Ирина Пилипчик побывала во многих странах. Не выезжая за пределы родины, девушка познакомилась не только с культурой, но и с изобретениями и научными достижениями Грузии, Азербайджана и Ордании, России, Германии и Чехии. Больше всего ее удивил павильон Узбекистана с эко-капсулой. Дом будущего, в котором можно жить. Это двухэтажная, как они сказали, своеобразная палатка, которую можно взять даже на природу. И она работает в течение 8 часов. То есть определенное количество энергии разработано. Там есть абсолютно все. Там есть Wi-Fi, там есть свет, там есть... Ты можешь слушать музыку. Сергей Мукашев с международной выставки Экспо привез много фотографий. За один день он успел обойти почти все павильоны. Впечатлений много. Особенно понравились павильоны Израиля и Великобритании, а также японские и китайские передовые технологии. Запомнился павильон Швейцарии. Они были представлены в виде экологически чистого домика. Экскурсию. Сами представители Швейцарии, говорящие на русском языке, показывали их достижения. Швейцария полностью отказалась от атомной электроэнергетики. Они перешли на возобновляемые экологически чистые источники. В горах ставят световые лампы, солнечные электроэнергии ставят электровентиляторы. Удивил Сергея Мукашева павильон Дании. Они демонстрировали свои экологически чистые технологии. В Дании отказались от пластмассы, пластика и металла. Почти все производят из дерева. Не меньше павильонов кустанайцы впечатляет масштаб выставки. Каждый день ее посещают около 40 тысяч человек. Стоит отметить, что многие, кто побывал на Экспо-2017, планируют посетить еще раз. Самыми популярными павильонами являются плаза Африки, Египта и России. Диара Ахмечин, Софья Чернова, РТН.